В день празднования 50-летия в концертном зале собрались молодые специалисты и ветераны-нефтяники. Вспоминали годы, когда в Оренбуржье только-только началась нефтедобыча. Раньше мы начинали в 57-м году. И Пономарев, и Ефрема Зыкова, и Бряевка. Раньше Новая Ласка она называлась. Дорог не было, условий для рабочих не было. Жили и лето, и зимой в основном в кабинах. Сложностей было очень много, потому что переход от государственной компании к частной, он проходил очень болезненно. Сложно было начинать работу. Но за время работы, я считаю, что наша нефтяная компания стала родной не только для Бузулука, а для всей Оренбургской области. Продолжился праздник на центральной улице города. Районы, где присутствуют нефтяники, представили подворья с накрытыми столами, выступлениями творческих коллективов. Мы представляем Грачевский район, где находится Покровское месторождение, которое отмечает сегодня славный юбилей. Мы представляем Курманайскую волость на сегодняшний день. Приехали в этот сольный град встретить гостей с Маршой Васильевной, попочивать и порадоваться за людей. Гостей на подворьях встречали хлебом с солью, угощали жареными поросятами и гусями. Кроме того, отведать угощение смог любой желающий. Словом, 50-летие Оренбургнефти стало настоящим праздником для всего города Бузулука. Для нас, конечно, это очередная страничка в нашей истории, в нашей летописи. И мы с гордо поднятой головой празднуем этот праздник. Нам есть чем гордиться. У нас отличные успехи, у нас великолепные люди. Во-первых, я очень рад, что увидел много тех людей, с которыми я вместе работал. У нас основывали управление этих месторождений, которые сейчас уже на поздней стадии разработки мы их запускали. После представления народных подворий на площади имени Ленина состоялся концерт. Завершилось юбилейное празднование традиционным салютом.